Добрый день, друзья! В эти крещенские дни в старинном городе Каргополе на юге Архангельской области проходит очередной, уже 20-й фестиваль колокольного звона «Хрустальные звоны». В этом году на фестиваль приехало 24 звонаря из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Суздаля, Переславля, Витебска и других городов. В фестивале в этом году очень насыщенная программа. Здесь проходит мультимедийная выставка, посвященная мировым культурам и традициям колокольного звона, которую организовала известный звонарь и композитор Олеся Ростовская и Алексей Погарский. Также здесь много артистов, которые выступают со своими номерами. Будут проходить традиционные мастер-классы, которые проводят звонари не только в Каргополе, но это и выездные мастер-классы в соседние села. В которых участвуют не только взрослые, но и дети. Но, конечно же, основные колокольные концерты проходят на соборной колокольне Каргополя. Давайте посмотрим на нее поближе. Высота Каргопольской колокольни составляет 61,5 метра. Это далеко не самая высокая российская колокольня, но по меркам Каргополя это местный небоскреб. Самое высокое городское здание, которое видно издали. А с яруса звона открываются прекрасные виды на сам город и на его окрестности. История соборной колокольни Каргополя начинается в 1765 году, когда практически весь город сгорел в сильнейшем пожаре. Практически ни у кого не оставалось надежды на то, что город возродится из пепла. Но новгородский губернатор, а Каргопольский въезд в те времена относился именно к новгородской, а не к Альгинской губернии. Так вот, новгородский губернатор обратился к императрице Екатерине Великой с ходатайством о том, чтобы она выделила средства на возрождение города. Эти средства были выделены. Город был отстроен заново, а в память о великодушной императрице и чудесном возрождении Каргополя каргопольцы планировали построить в городе памятную колонну. Но распоряжением губернатора в итоге была построена не колонна, а именно колокольня. Кстати, обратите внимание на то, как созвучны эти два слова – колонна и колокольня. Все дело в том, что у них в основе практически один и тот же корень – кола, который обозначает круг. Если мы посмотрим на колонну и на колокол сверху, то мы увидим именно круг. Если у колонны – это круг одного и того же диаметра, то у колокола – это совокупность кругов разного диаметра, которые к вершине уменьшаются, образуя таким образом конус колокола. Многие колокольни в плане, то есть на виде сверху, представляют из себя круг. А вот что касается Каргопольской колокольни, то она в плане представляет собой не круг, а квадрат. Но что интересно, эта колокольня своеобразна тем, что она является редким типом арочной колокольни. При этом, в отличие от Шуйской колокольни, про которую я рассказывал в прошлом видео, у Каргопольской колокольни в основании не одна арка, не одна сквозная арка, но у нее арки со всех четырех сторон. Фактически у этой колокольни нет единого фундамента, а она стоит на четырех арочных основах. В одной из этих арочных основ находится винтовая лестница, по которой можно подняться на ярус звона. А над одной из арок можно увидеть императорский вензель, в котором каргопольцы увыковечили память о императрице Екатерине II, которая фактически спасла их город. Обширный пролет нижнего яруса колокольни четко направлен по оси Ленинградской улицы, по которой когда-то проходил Санкт-Петербургский трак. Крест на вершине шпиля ориентирован тоже относительно этой улицы, а не востока, как это обычно делалось на других колокольнях. Отступление от традиции было вызвано ожидавшимся визитом императрицы Екатерины Великой в Каргополь, который так и не состоялся. Второй ярус колокольни украшен колоннами ионического ордера, третий – плоскими пилястрами. В былые времена здесь находились часы со звоном. Нельзя не заметить также крылатых ангелов. Крест на вершине Крест на вершине Слышите этот прекрасный шум? Это я пуховиком обтираю стены. По-другому тут и не получится. Подъем на колокольню настолько узкий, что не то что разойтись со встречным звонарем не получится. Самому бы кое-как протиснуться. Для людей с крупной комплекцией это довольно непростое испытание. Главное, что если встреча все-таки произойдет, особенно приятная, если ровно на полпути наверх, кому-то по-любому придется сдавать назад. Мне пока в этом отношении всегда сопутствовала удача. И таких встреч не происходило. По ходу подъема встречаются вот такие маленькие окошки, словно бойницы в крепости. Здесь установлен набор колоколов-питкова, которые были отлиты в 1993 году. На Благовестнике можно заметить изображения ангелов, которые характерны для ранних колоколов этого летельщика. Также здесь есть один старинный колокол, неизвестный у меня производителя. А в зазванном ряду, помимо колоколов-питкова, есть один колокол Аловенишникова. У подзвонных колоколов довольно длинные тяги. Некоторое время ими было непросто управлять, они раскачивались. Местные звонари установили дополнительную планку, которая поддерживает трос от подзвонных колоколов. И после этого звонить стало намного удобнее. Звонарский помост, как вы видите, установлен по центру яруса звона. Звонарский помост, как вы видите, Маникарова София. Я приехала из Москвы, и в Каргополе я первый раз. Расскажите, как вы оказались на этом фестивале? История интересная. Когда я в сентябре была на фестивале в Пскове, я познакомилась с коллегами из Витебска и из Москвы, и они мне рассказали о чудесном зимнем, единственном зимнем фестивале в Каргополе. Более того, я давно мечтала в Каргополе. Мне интересна была и конопись, коллекция. И, соответственно, когда появилась возможность, когда стали отправлять анкеты, спрашивать, я первым делом сразу же подала, и, соответственно, оказалась здесь. Что вы ожидаете от этого фестиваля? Почему вы именно решили сюда приехать? Я хотела узнать звоны разных людей, познакомиться с, соответственно, с самим Севером, и посмотреть, отличаются ли люди с их звонами, может быть, как-то менталитетом, духом, культурой, и можно ли это заметить через звон людей, которые здесь можно показывать. Какие звоны вы представляете на фестивале? У меня такое собирательное название импровизация. Дело в том, что каждый раз по-разному. Зависит от состояния, от настроения. Соответственно, поскольку я из Москвы, то звоны более динамичными могут показаться по сравнению, например, с архангельскими. Есть конкретный еще звон новодевичий. Это как раз московский звон одного из монастырей. И, соответственно, когда у меня два номера, то один будет импровизация, а другой — новодевичий звон. Что Вы можете сказать, чем Ваш звон, что он обозначает, о чем он говорит? На самом деле для меня звон, с одной стороны, это часть молитвы, логично, да, людей призывать на службу или рассказать, что это какое-то важное событие, православное, торжественное, праздничное. А с другой стороны, это часть культуры. Поэтому это всегда идет в синтезе и в совокупности через ощущение искусства, как можно показать красоту и в то же время ее соотнести с христианством. Друзья, пообщаемся сейчас. Друзья, сделаем. Вот, Серега, ты эксперимент, понял? Да, да. Раз, сюда. Переваривай. А здесь можно? Там есть и куда? А, петелочку. А, петелочку. Не-не, можно было... А, вы так делаете. Тут, 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 тут слабо все, но это лишнее. У Каргопольского музея есть своя мобильная звонница. На ней звонари открывают фестивали, она же используется при проведении мастер-класса по колокольному звонку. А, ну, они так обработаны. Вот, 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 вот. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok